Исследование ДНК, дактилоскопия, фоноскопическая лаборатория. Сегодня свое столетие отмечает экспертно-криминалистическая служба Министерства внутренних дел. Они связующие звено между оперативниками и исследователями. Светлана Кравченко расскажет о современных возможностях подразделения. Попробуем провести эксперимент, совершим кражу, находим открытую машину. Здесь кошелек. Забираем и понаблюдаем, как будет происходить настоящее расследование. Первым на место преступления приезжает эксперт. Криминалист Евгений Черемисин фотографирует место преступления. Детально его изучает. Важная находка – следы от обуви на снегу. Фиксирует по правилам масштабные фотосъемки. Майор полиции наносит дактилоскопический порошок на дверь автомобиля и снимает отпечатки пальцев. Процесс увлекательный, интересный, работа очень интересная. В данном случае мы видим, что проникновение было через пассажирскую переднюю дверь легкового автомобиля. Личинка замка имеет повреждения. Служба экспертов-криминалистов в Югре включает в себя 39 видов судебных экспертиз. Одна из них – фоноскопическая лаборатория. Все сотрудники в наушниках. На полках десятки словарей. Здесь исследуют аудиозаписи телефонных разговоров, переписки, разбирают, принадлежит ли голос тому или иному человеку, делают экспертизы по вопросам смыслового понимания текста. Все, о чем мы говорим в своих экспертизах и исследованиях, мы не голословны. Экспертиза крайне объективна. Эксперт все подкрепляет словарными дефинициями. И за каждым нашим выводом есть научная база. Кроме этого, развиты все традиционные виды экспертиз. Дактилоскопия, ДНК, автотехника. В скором времени появится возможность проводить и радиотехническое исследование. Большие требования предъявляются к специальным видам экспертиз. Биология, химия, компьютерная экспертиза, инженеры, экономическая экспертиза. Это специалисты очень высокого уровня. Только за 2018 год сотрудники службы выполнили более 11 тысяч экспертиз. Специалисты приняли участие в производстве 25 тысяч процессуальных действий. Светлана Кравченко, Никита Ручкин, Вести Егория, Ханты-Мансиск.